За последние два года впервые в столице своевременно приняли бюджет. Тандем госадминистрации и городского совета, наконец, заработал в полную силу. Главный финансовый документ 2018-го в столице разрабатывали около месяца, при активном участии всех депутатских комиссий и с учетом наиболее веских замечаний и предложений. Этот документ родился, я считаю, достаточно рабочим. Единственное, чего мы не принимали сегодня, это адресных программ, потому что эта работа достаточно кропотливая, это работа и выездных комиссий на местах, например, по дорогам. Поэтому адресные программы мы оставили до следующего пленарного заседания. Традиционно столичный бюджет социально ориентированный. На зарплаты, пособия и прочие расходы город в 2018-м потратит 324 миллиона рублей, тогда как доходы составят только 231 миллион. Дефицит бюджета сохраняется. 37 миллионов планируют получить за счет трансфертов из республиканской казны. Столичный бюджет по-прежнему дотационный. На первом в этом году заседании решали, как быть с городскими дорогами и прочими наболевшими у терраспольчан проблемами. В этом году самые большие проблемы у нас будут в том числе и с дорожным фондом. Битум мы в прошлом году в начале года закупали по 5300, в этом году уже более 5000 рублей стоимость битума. Также выросла стоимость и ГСР, стоимость выросла других материалов, в связи с чем в этом году работа будет выполнена по дорожному фонду ровно в два раза меньше, чем в прошлом году. Определяющим остается фактор финансовой нестабильности, в том числе на рынке строительных материалов. Поэтому городские адресные программы решили формировать и принимать по частям, например, каждый квартал. Как ожидается, новый вид взаимодействия госадминистрации с депутатским корпусом поможет не затягивать с исполнением запланированных работ на всех избирательных округах.